Сегодня, 17 декабря, прошло заседание Комитета Госдум по безопасности и противодействию коррупции. На заседании в рамках подготовки к второму основному чтению был рассмотрен законопроект об участии граждан в охране общественного порядка. Председатель комитета, один из авторов законопроекта Ирина Яровая, подробно рассказала о внесенных поправках. Уважаемые коллеги, вашему вниманию представлена таблица поправок. Хотела бы обратить ваше внимание, что при подготовке ко второму чтению были уточнены важные позиции закона, в том числе уточнена цель принятия данного федерального закона, а именно создание правовых условий для добровольного участия граждан в охране общественного порядка на безвозмездной основе. Кроме того, уточнено определение, что граждане содействуют в охране общественного порядка именно органам полиции и иным правоохранительным органам, что сегодня сообразуется с общими целями и задачами правоохраны. Кроме того, исключено из текста закона определение, вернее, неточность расширительного толкования, и на сегодняшний день, в соответствии с теми определениями, которые даны, иностранные граждане и лица без гражданства не могут участвовать в охране общественного порядка. Также те лица, которые имеют двойное гражданство. Кроме того, уточнены дополнительные источники финансирования, а именно добровольные пожертвования, а не членские износы. Также оставлена и уточнена позиция об установлении ответственности за воспрепятствование законной деятельности, либо невыполнение законных требований, а прекращение противоправных действий со стороны лиц, осуществляющих охрану общественного порядка. Кроме того, в статье 2 дано определение участия граждан в поиске лиц, пропавших без вести, как оказание помощи органам внутренних дел и иным правоохранительным органам в поиске лиц, пропавших без вести. Кроме того, в статье 6 скорректировано положение о том, что органы местного самоуправления не оказывают поддержку объединениям, а ранее было могут оказывать, сегодня совершенно в утвердительной форме, что обязаны оказывать такую поддержку, что, безусловно, очень важно и вытекает из практики необходимости взаимодействия с общественными организациями. Кроме того, уточнена статья 10, регулирующая вопросы внештатного сотрудничества с полицией, и она, собственно говоря, приведена в соответствие с законом о полиции и с другими подзаконными нормативными актами, регулирующие эту сферу. Уточнен порядок участия граждан в охране общественного порядка на территории городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. А также законопроект дополнен новой статьей 7, раскрывающей порядок создания и введения реестра народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в субъекте Российской Федерации. Как вы помните, с учетом того, что у нас в большинстве субъектов существуют уже законы, регулирующие данные вопросы, введение единых унифицированных требований к формированию реестра позволит в данном случае иметь общие основания для оценки этой работы. Кроме того, уточнены условия участия общественных объединений правоохранительной направленности народных дружин в охране общественного порядка только после их внесения в региональный реестр. Изменен порядок уведомлений при применении народным дружинникам физической силы и дано четкое определение, что в обязательном порядке информируется командир народной дружины, который информирует об этом территориальный орган внутренних дел. Также с точки зрения осуществления контроля, с точки зрения взаимодействия, как вы, наверное, уже обратили внимание, мы полагаем, что главное взаимодействие должно осуществляться все-таки с правоохранительными органами. В случае приобретения прав юридического лица с субъектами общественными за соответствием их деятельности, указанным цели, осуществляется также в установленном порядке контроль. Контроль за деятельностью народных дружин, непосредственно связанный с охраной общественного порядка, осуществляется территориальными органами внутренних дел. Надзор в общем порядке прокуратура, что, собственно говоря, отвечает сегодня существующим требованиям надзора за соблюдением закона. Уточнены условия материального стимулирования льгот и компенсации народных дружинников. В частности, предусмотрено, что им может выплачиваться вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержание лиц их совершивших. Кроме того, внештатным сотрудникам полиции за содействие полиции оказание помощи в выполнении иных возложенных на нее обязанности могут поощряться в порядке, установленном МВД, что также, собственно говоря, отвечает уже и сформировавшейся практике. Кроме того, были целый ряд юридико-технических поправок. Есть поправки, которые предложены к отклонению, к принятию предложено 7 поправок, к отклонению 2. Член профильного комитета Борис Резник, в свою очередь, обратил внимание коллег на ряд отклоненных поправок, подготовленных при участии представителей добровольческих организаций. Ребята предложили информацию о лицах, пропавших в безднести, должна быть размещена не позднее, чем через час после объявления поиска, если данное лицо не достигло 16 лет и не позднее 12 часов для лиц старше. Ну, вот почему отклоняю. Детализация вопросов размещения информации о лицах, пропавших в безднести, не входит в предмет регулирования проекта федерального закона. Дело в том, что мы принимали с вами закон, федеральный же закон, об информировании людей при чрезвычайных ситуациях. И там как раз детально прописывали, когда, в какое время, через сколько мы должны оповестить соответствующие органы, оповестить население о чрезвычайном положении. Здесь это тоже поправка выстраданная ребятами, потому что если пропадает молодой человек, чем быстрее об этом будут знать и милиция, и все остальные, тем больше надежды на успех. Просто как пример, и может быть по другим поправкам тоже можно было бы выставить свое отношение к ним, поспорить, но вот сегодня с данностью мы с такой сталкиваемся, ничего не остается, как развести руками. Спасибо. Вопрос и возможность дополнительной работы, она сохраняется, закон мы предлагаем к рассмотрению после Нового года, но в части вот того предложения, которое было озвучено вами. По организации фактически деятельности Министерства внутренних дел в данном случае идет речь. Поэтому тогда такого рода обязательства должны возлагаться не этим законом, а законом о полиции. Мы когда обсуждали этот вопрос с нашими коллегами, значит возникла такого рода дилемма, что в данном случае это может быть урегулировано либо под законом, нормативным актом, ведомственным, и собственно говоря наши коллеги к этому готовы, либо нужно выходить тогда на поправки в другой федеральный закон. И для того, чтобы не тормозить принятие этого закона, мы посчитали, что совершенно целесообразно будет, первое, с учетом договоренности, сомневаться в которой у нас нет никаких оснований, что министрам данный вопрос будет решен на уровне ведомственного приказа, а из смысла всего закона вытекает, что все добровольческие организации по охране общественного порядка взаимодействуют у нас с именно органами полиции. Поэтому для нас все нормативные акты ведомственные, которые обязывают сотрудников полиции на основании этого закона предпринимать не только эти, а целый ряд еще и дополнительных действий по построению такой работы, видится вполне логично. Глава комитета Ирина Яровая отметила, что вопросы взаимодействия добровольческих организаций с органами государственной власти будут проработаны при подготовке ведомственных нормативно-правовых актов. Чтобы взаимодействие с добровольческими организациями, которые реально являются помощниками на территории в поиске пропавших без вести и в обеспечении общественного порядка, нашли четкое регулирование на уровне ведомственных нормативных актов в дополнение к этому федеральному закону. Поэтому вот в рамках нашей комиссии, Александр Алексеевич, в том числе Борисович, вы у нас ходите в эту комиссию, где мы ведем речь о благотворительных актов? В любом случае, я думаю, что и на этой рабочей площадке мы дополнительно и проконтролируем те вопросы, которые будут решены на основании этого закона через ведомственные приказы. То есть в любом случае мы это оставим на контроле.